Всем привет, друзья! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Я очень рад, что вы с нами сегодня. Хотел записать небольшое видео по поводу того, что происходит в американской политике, потому что это тема, которая, ну, к сожалению, просто недостаточно обсуждается, мне кажется, на украинском телевидении, в котором я постоянно гость там, отвечая на вопросы, которые мне задают. А хотелось бы... И там, в общем-то, мне кажется, не так интересуются американской политикой, как мировой политикой. А мне кажется, американская политика – это вещь очень интересная, поэтому хотелось писать небольшое видео. Друзья, жмите лайки, подписывайтесь на канал. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Подписывайтесь на канал во всех соцсетях, в которых вы есть. Мы там должны быть тоже. И спасибо всем финансово, кто поддерживает. Спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Патреон и на Ютубе. Вы можете это сделать на разных уровнях. Пожалуйста, поддерживайте канал, если вы в состоянии это сделать. Особенно, если вы живете, скажем, в Соединенных Штатах. Я сейчас смотрю на публику нашего канала. Примерно 40% живут в Украине, 15-16% живут в России и почти 10% живут в Соединенных Штатах. Друзья, если вы живете в Соединенных Штатах, я думаю, вы можете поддержать этот канал одним долларом в месяц, возможно, 5 долларов в месяц. Решайте, сколько вам, что для вас это стоит, насколько вам это интересно и важно. Ну, а мы продолжаем. Значит, один человек, который уже выбыл из гонки, который собирался избираться, это Майк Помпео, которого очень любит Андрей Андреевич Пьянковский. Но Майк Помпео, который назвал свою книгу, если не ошибаюсь, что это не инчи назад, решил отдать много инчи. То есть он сказал, что он, в общем-то, не будет избираться. Ну, потом в конце еще заявлял, что, возможно, он будет избираться в будущем, потому что ему только 59 лет. И что в будущем еще, возможно, его лидерство понадобится еще больше. Посмотрим. Но, видимо, сейчас он не решился, потому что сейчас это Трамп, Трамп, Трамп. Хорошо, Ники Хейли. Значит, Трамп выступил перед организацией Ассоциации Владельцев Стрелкового Оружия, NRA. И, в общем, хохотал над всеми, сказал, что, смотрите, у Ники Хейли она так тяжело работает, у нее 4% поддержки, ого-го, она очень тяжело работает. То есть усмехается, в общем, троллит всех. А с другой стороны, самое интересное, это наблюдать в этом смысле Десантиса, губернатора Флориды, который пытается доказать всем, что он, с одной стороны, правее Трампа. То есть он проводит все законопроекты, которые он может провести, потому что он действующий политик. Не просто бывший президент, которого теперь есть только, ну, власть у нее нет никакой, а губернатор властвует. Он там контролирует легислатуру, проводит законопроекты, проигрывает. Проиграл сейчас Диснею, который его вокруг пальца обвел, развел его как последнего лоха. И теперь, значит, Десантис в своей борьбе с Диснеем проигрывает и пытается как-то на этом отыграться. Хотя, конечно, Трамп ему об этом все время напоминает. Но, значит, он пытается, значит, Десантис быть более консервативным, чем Трамп, но при этом быть более организованным. Чем, конечно, все это вызывает недовольство его же публики, потому что, с одной стороны, большинство республиканцев это те, кто поддерживают Трампа. А с другой стороны, если вы поддерживаете Трампа, так зачем вам Десантис? Просто поддерживаете Трампа и все. И особенно это злит людей, которые дают деньги Десантису, потому что он не Трамп. А он себя ведет, как бы пытается показать, что он самый трампнутый Трамп. В общем, он оказался в такой тяжелой ситуации. Плюс про него еще делают хорошую рекламу. Сейчас сделали рекламу про него, где он, значит, поскольку про него поступила информация, что он ест шоколадный пудинг пальцами, а не ложкой, то, значит, вся реклама сделана на том, что не всовывайте ваши грязные пальцы в нашу, там, в защиту пожилых людей и так далее. То есть они как бы отыгрались на нем, потому что Трамповская компания отыгралась на том, что он Десантис, значит, такой неряха, и они, значит, под ним подозревались по этому поводу. Вроде бы достаточно эффективно. Так что мы видим, что республиканцы, казалось бы, хотели бы избираться против Трампа. Есть Крис Кристи, который вроде бы достаточно агрессивно пытается заявить о том, что он альтернатива Трампу. Но, с другой стороны, они не понимают, как это делать, потому что единственный аргумент, который на самом деле есть у республиканцев, это то, что Трамп не может выиграть выборы, что он проиграет, что он лузер. И это действительно, что волнует людей, потому что он как бы... Ну, они хотят выиграть. Они же не пришли в политику избирателей, чтобы поддерживать всяких лузеров. Они пришли в политику, чтобы их идеи притворялись в жизнь. А Трамп не в состоянии этого делать, потому что он выборы, в общем-то, только проигрывает, и те, кто его поддерживает выборы, проигрывают. Но почему-то мы видим, что пока что эти республиканцы, они говорят, какая же была реклама у Десантиса, что мол, а, что он, значит, его атакуют в Нью-Йорке, в Манхэттене, а вместо этого, вместо того, чтобы защищаться и нападать там на прокурора и заниматься этими делами, он теперь, значит, решил напасть на губернатора Флориды. Ну, так это то, чем Трамп всегда занимается. Он нападает на людей, он атакует всех своих, тех, кто с ним соревнуется. Это просто его, как бы, его основное. Поэтому сказать ему, что он себя ведет неприлично, ну, это вообще ничего не сказать. Он всегда себя ведет неприлично. А вот объяснить людям, что он не может выиграть, казалось бы, было бы очень важным пунктом, который нужно упомянуть. Но почему-то республиканцы об этом пока что не упоминают. Они, видимо, все надеются, что Трамп сам по себе развалится. А этого не произошло в 2016 году. Не знаю, почему это должно произойти сейчас к выборам 2024 года. Поэтому Трамп продолжает лидировать по опросам. Десантис продолжает быть его главным оппонентом, у которого при этом сейчас поддержка в районе 25-26%. А все остальные желающие избираться, и оказалось, что их все-таки есть. Казалось бы, вдруг, может быть, не будут избираться, потому что мы знаем, что чем больше кандидатов, тем больше возможностей у Трампа выиграть номинацию, потому что его поддержка самая оголтелая, не пойдет ни за кем другим. Но нет, они все равно решили туда броситься, в эту яму выгребную, и теперь уже там сколько? И Ники Хейли, и Эсса Хатчинсон, и Десантис, который все никак не объявит, что он будет избираться. Такой нерешительный, очень нерешительный. В общем, есть несколько желающих. Майк Помпео, который уже отказался от этого, от этой позиции. Так что, посмотрим. Но на данный момент шутка в том, что опросы населения, как я уже обсуждал на этом канале, показывают, что у Байдена не самая большая поддержка. Но мне кажется, что это на самом деле такой трюк из-за подня, потому что чем меньше поддержка сейчас по опросам населения у Байдена, тем больше у республиканцев ощущение, что сейчас хорошее время туда ломиться, потому что, если ты можешь пробиться сквозь республиканскую гонку, то тогда побить Байдена уже проще простого. Смотрите, какой он непопулярный. И не надо нервничать о Трампе. А на самом деле это большая западня, потому что мы видим по тем же опросам населения, что когда дело доходит до того, чтобы голосовать за Байдена или за Трампа, или за Байдена или Десантиса, то есть за Байдена или республиканца, то люди идут за Байденом, потому что они в конце концов понимают, что старый он, не старый, любой такой секой все равно лучше, чем республиканец в данном варианте республиканской партии. Поэтому мне кажется, что слабые цифры Байдена, это, как я уже говорил, это просто маскировка, насколько он на самом деле может быть эффективным кандидатом в демократической партии. Но это также, мне кажется, заманивает всех республиканцев, потому что у них ощущение, что Байден слабак. А если Байден слабак, так давайте сейчас бросимся, сейчас Трамп еще в судах, как в шелках, он затонет, и тогда вот тогда место освободится. Мне кажется, они очень ошибаются, но время покажет. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт, меня зовут Юрий Рашкин, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова